Дорогие друзья, в эфире очередной выпуск Спорттайма, и в гостях у нас на этот раз очень интересный человек Дмитрий Бралмонас. И это личность, я не побоюсь этого слова, потому что преподаватель английского языка и по совместительству блестящий бодибилдер. И вот сегодня будем говорить про то, как построить свой имидж, построить свое тело и добиться успехов. Здравствуй, Дима. Андреас, привет. Очень рад тебя видеть. И, конечно же, сразу стандартный вопрос. Как так получилось, что ты пришел в этот интереснейший спорт? И потом поговорим о достижениях. Ну, если говорить о ближайших сроках, буквально 8 месяцев я занимаюсь этим профессионально, а не так, чтобы давно. Началось все с кастинга Федерации Бодибилдинга. Я надеюсь, они будут проводить это, скажем так, постоянно. То есть это на осенние и весенние сборы. То есть они призывают новых, молодых, неопытных спортсменов испытать себя в таком виде спорта, как бодибилдинг. И на самом деле это путешествие стоит того. Ну, а как сложилось вообще желание твое вот по, не знаю, посоревноваться, может быть, или вообще прийти к такому образу жизни? И с чего все начиналось? Слушай, ну, в принципе, желание быть в хорошей форме, хорошо выглядеть, это всегда такое вполне естественное желание для мужчины иметь, скажем, какую-то достойную форму, обладать удающимися бицепсами, мышцами, там, спины, груди и так далее. Ну, в частности. Я думаю, хочет любой. Не каждый способен дойти до такой формы, не каждый способен, в принципе, дойти до спортзала и начать что-то делать для этого. Вот. И в какой-то момент просто понимаешь, что вот почему бы не сейчас или если не сейчас, то когда? То есть вот надо идти и делать. И если начинать, то делать это с постоянством, ну, как в любой сфере деятельности, если ты делаешь это с усердием, с постоянством, с какой-то определенной долей энтузиазма, да, скажем так, то успехи будут. Вот то, как ты отвечаешь на этот вопрос, говорит о том, что это не просто так вот случайное какое-то наитие, это определенная твоя философия. Вот скажи, пожалуйста, что еще в рамках вот такого философского какого-то мировоззрения в тебе поменялось с тех пор, как ты начал заниматься прям профессионально? Ну, спорт, он в принципе дисциплинирует тебя, как бы ты этого не хотел, потому что это питание, это тренировки, это определенные часы, скажем, сна, которые ты должен потратить, естественно, на сон, а не ковыряние в интернете. То есть это действует, скажем, таким, такой палочкой, вот именно учебной палочкой, да, когда я тебе показываю. Вот сейчас время делать это, сейчас время есть, сейчас время поспать, сейчас надо потренироваться. И там ты идешь по соответствующему графику, и в итоге вся жизнь, она налаживается в каком-то таком определенном темпе, потому что в итоге ты ее подстраиваешь же тоже под свой спортивный ритм. Тренировка, значит, надо между тренировкой там и какой-то другой работой успеть еще что-то сделать, может, там, сходить в ресторан, в магазин, не знаю, может, на какие-то курсы дополнительные обучающие. Ты пытаешься потратить время с наибольшей пользой. То есть спорт, он, ну, как бы дисциплинирует тебя в рамках, соответственно, занятий спортом, ну, и в рамках, как бы, твоей жизни в целом. Вот тебе интересно то, что ты не просто занимаешься любительски, но ты сходил попробовал, и вдруг, что называется, пошло, да, пошел результат. Ты стал призером на Калининградском региональном первенстве бодибилдеров. Вот расскажи, пожалуйста, сколько вообще было участников, и тяжело ли тебе это удалось? О, это было незабываемое время. В принципе, такое никогда нельзя забыть. Я не ожидал, что я буду, не знаю, даже в тройке. Я, конечно, хотел, мечтал, там, как-то представлял в каких-то своих иллюзиях, иллюзиях, то, что я там повешиваю на свою шею любую медаль любого достоинства. Вышло так, что я стал вторым в дебюте среди спортсменов пляжного бодибилдинга и, соответственно, потом в абсолютной категории. То есть дебют – это когда ты, естественно, первый раз вступаешь на сцену, да, показываешь свою форму судьям, абсолютная категория, там уже могут выступать спортсмены. А не только новички, но уже, скажем, опытные. Да, это от одного года там до, не знаю, до бесконечности. И там я тоже одержал, скажем, свою большую победу. Я опять получил серебряную медаль, мне ее вручили. Так, это даже совпало, достойно, да. И это было просто потрясающее ощущение, потому что, когда ты всю жизнь живешь и не думаешь даже о спорте как таковом, профессиональном, и получается, что выстреливаешь, воодушевление, не знаю, энтузиазм, вдохновение, ну, можно долго описывать такие чувства, как бы одним словом не описать. Это что-то большее, чем вообще когда-либо ты мог бы почувствовать. Ну, смотри, а вот дальше было, что называется, большее. И дальше было, в частности, первенство российское. Всероссийское, общероссийское, которое проходило в Челябинске. Вот можешь поделиться, как это было и каково представлять Калининградскую область в какой-то мере? Ну, во-первых, это большая честь, потому что на этот раз, ну, это не совсем первенство, скажем так, да, это был кубок России по бодибилдингу. То есть первенство проводится в осенний сезон, да, кубок России проводится в весенний сезон, скажем так. И тоже было, ну, скажем так, не то чтобы наобум, но с определенной долей вот этого русского авось. Почему бы нет, да, я был готов, я был готов еще готовиться, быть еще более готовым. И это все-таки, ну, надо быть немножко энтузиастом, чтобы взять и поехать, да. Если люди долго-долго-долго готовятся на, скажем, какую-то форму себе набирают и в итоге не едут, ну, это грустно. То есть люди должны заниматься спортом, не только ради спорта, да, в определенной доле. Ну, конечно, понятно, да. Ну, и, соответственно, чтобы быть оцененными. Чтобы иметь подтверждение, правильно? Да, естественно. Ну, как минимум, это классные воспоминания, то есть независимо от результата, да. Ты едешь в другой город, это уже, скажем, воспоминания того, что ты едешь не просто, скажем, как турист, да, как участник соревнований, и если это командный дух, все тебя поддерживают, это, естественно, более четкое сосредоточение на цели. То есть ты понимаешь, что это уровень уже повыше, чем просто областной чемпионат, и концентрируешь, не знаю, ну, буквально все свои силы, всю свою силу воли, все имеющиеся у тебя запасы терпения. То есть это концентрация всего твоего человеческого потенциала, скажем, в один такой большой блок. Это очень здорово. А если получаешь медаль, так вообще вау. Это заметно, что ты, на самом деле, в какой-то степени изменился. То есть люди, проходящие какие-то большие проекты, они всегда как-то меняются, они остепеняются, что-то приобретают. Вот в двух словах, в какую сторону вырос ты? Ну, если брать, скажем так, самое первое, то, что приходит новым, это контроль за своим питанием, да, соответственно, контроль за своим здоровьем, контроль, в принципе, за собой, да, и умение планировать. То есть это очень здорово, потому что все-таки без какого-то определенного плана, да, в спорте тоже нельзя, ну, и как бы приносит порядок в твою жизнь, с порядком приходит какое-то, не знаю, свежее осмысление, в принципе, всего того, что делаешь, какой-то свежий взгляд, ну, есть время подумать, есть время что-то убрать, наоборот, что-то добавить. Ну, скажем вот так вот, дисциплина. Дисциплина и во всех смыслах организованность жизни. Организованность, да. Это спорт тайм, и в гостях сегодня Дмитрий Брауманас, замечательный бодибилдер, наш земляк из Калининградской области, который представлял не так давно, Калининград, участвовал на всероссийском смотре, можно сказать, если это состязание, ну, в любом случае, собрание бодибилдеров, видных со всей России. Дмитрий, вот следующий вопрос, это как раз про категории в этом выдающемся спорте. Какие вообще они бывают? Вот пляжные бодибилдинги есть, а какой еще существует? Какие еще? Категорий, на самом деле, в этом спорте очень много, и я не могу сказать, что я знаком со всеми. Ну, я, скажем, наслышан, да, об их названиях, да, но не могу с точностью сказать, в чем конкретная разница. То, что касаемо именно вот женского бодибилдинга, названий очень много, и я могу предположить, что, естественно, это, опять-таки, комплекция, да, это мышечная комплекция, в первую очередь, привлекательность самого спортсмена, костюм, мейк, да, харизма, умение вести себя на сцене, вот, скажем, вот эти основные составляющие, да, а все остальное, это уже такие детали, очень профессиональные, я боюсь сейчас ошибиться, и поэтому не буду ничего называть. Понятно, нюансы в общем. Да, очень много нюансов, и сейчас очень много категорий, они только зарождаются, ну, конкретно, они только даже в Калининградской области, в самом спорте как таковом, да, тот же самый пляжный бодибилдинг, в котором я выступаю, он не то чтобы, он очень молодой, скажем, вид спорта. Да, да, я тоже замечаю, что когда рос, я еще не знал про пляжный тогда. Да, потому что в какой-то момент в мире бодибилдинга все устали от вот этих перекачанных или пересушенных спортсменов, не знающих меры, ну, скажем, вот развития и мускулатуры, то пляжный бодибилдинг, такой глоток свежего воздуха, когда вроде и мышцы есть, и комплекция хорошая, не слишком, ну, не чересчур, да, симпатично, красиво на пляже, смотрится, смотрится, вот. Молодые ребята, которые не хотят, скажем, вырастать в сугубо профессионалов вот именно такого классического, суперклассического, скажем, бодибилдинга, да, который мы знаем по образу, там, Арнольда Швайлса. О, да, обязательно чуть позже еще поговорим, да. То есть, да, такие ненужные, скажем, объемы, можно сделать пропорции и уже выступать. То есть, получается, это своего рода лайт бодибилдинг, да, очень в духе времени, кстати говоря. Его называют показательный вид спорта. Показательный вид спорта, вот так, вот так же фиксируем. Даже не то, что особый спорт, да. Звучит, как показательное выступление в фигурном катании. Вот ты сказал про, что женщины участвуют, а насколько это вообще популярно у прекрасного полного человечества? Я скажу на моем опыте, да, то, что я вижу на соревнованиях, по-моему, бодибилдинг популярен именно у женщин. Вау, вот так. Потому что на всех соревнованиях это две трети выступающих, это женщины. Ну, молодые девушки, женщины, да, в принципе, и женщины, да, скажем так, в полном смысле этого слова. Есть спортсменки, которые занимаются этим очень много, там, 20 лет, например. Мой тренер, да, я могу называть именно она, она завальна, она уже 20 лет в этом спорте. И может, скажем, дать фору любым, скажем, другим молодым спортсменам, да, в разных категориях. А вот скажи, тренер в бодибилдинге, это, ну, наверняка сочетание техники и какой-то харизмы. То есть чего больше, психологику, мотивирование или вот таких вот технических заморочек, что ли? Ну, я думаю, тренер, как и любой учитель, да, должен подавать пример, ну, хотя бы из какого-то прошлого, да, своего опыта, да, иметь определенную, скажем, выступательную базу. Естественно, это знание, скажем, организма, да, скажем, реакции организма, там, на тренировки, на питание, на какие-то медикаменты, да. И, естественно, индивидуальный подход, потому что все люди при, скажем, всех других одинаковых слагаемых, они все равно разные. Да, нельзя, скажем, вот, подвести какой-то образец, да, и всех через него пропускать и штамповать там чемпионов. Да, безусловно, конечно же. Это именно вот умение работать с людьми еще тоже. Вот мы пришли к очень важной теме, к мифам и, скажем так, уязвимостям бодибилдинга как явления, как спорта. Вот много существует разных, ну, может быть, преувеличений о том, что, дескать, может там пострадать здоровье, вот. Вот в каких случаях это происходит вообще, и как надо злоупотреблять, чтобы что-то там пошло в другую сторону? Ну, хорошее слово – злоупотреблять. То есть, если злоупотреблять, естественно, это уже неверный подход. Вот, в первую очередь, каждый тренер, ну, насколько я знаю, утверждает то, что в первую очередь здоровье, потом спорт. Если спорт родит здоровью, конкретно вот в бодибилдинге, да, вот в нашей сфере, да, мы общаемся все друг с другом. И вот именно мнение то, что если спорт родит здоровье, да, нужно первым, да, именно вот ставить здоровье, потом спорт. Потому что спорт заканчивается, да, выступления проходят, судьи расходятся, кубки раздаются, да, скажем, шампанское выпивается, а вред непоправимый остается, да, на всю жизнь. Если делать с определенной, скажем, точкой, ну, вот с разумным подходом, да, именно балансируя, да, на, вот индивидуально, скажем так, подходя к возможностям спортсмена, к его не только, скажем, физическим, финансовым, там, не знаю, моральным, психологическим возможностям, то можно набрать хорошую форму, не принеся существенный вред. Какой-то определенный вред, вероятно, существует, да, но он не такой, чтобы прям непоправимый, который не вылечивается впоследствии, да, или просто сам организм в итоге может сам восстановиться. Ну, вот извечная тема у многих спортсменов и, в частности, у тяжелоатлетов еще также, зачем принимают стероиды? Вот объясни, как непосвященному человеку, просто так. Человеческий организм самое прекрасное, то, что было создано на этой планете, но он все равно несовершенен. Ну, с точки зрения, как минимум, определенной эстетики, да, то есть, чтобы добиться каких-то форм, да, округлостей, не хватает, да, ресурсов человеческих, и люди прибегают к медикаментам, которые позволяют им пройти какие-то там шаги очень быстро какие-то, чуть медленнее, но все равно быстро, да, и подвести свою форму к тому идеал, который, возможно, будет оценен по достоинству, медалью, там, не знаю, у кого какие цели, скажем, да, именно вот в случае успеха. Вот, кстати, может быть, последний сегодня вопрос, как раз по поводу успехов и вообще возможностей, которые предоставляет и открывает этот уникальный спорт, бодибилдинг. Конечно, мы сразу же упоминаем про Арнольда Шварценеггера, его знают вот все, даже те, кто далек от бодибилдинга. Как, в общем, можно состояться в жизни с помощью этого спорта? Ну, как я уже утверждал ранее, то, что я еще пока новичок, у меня все еще впереди, может быть, а может, уже и позади. Ну, если действительно с упорством заниматься, во-первых, первое, то, что у тебя всегда остается, это хорошая форма. Если не злоупотреблять, как мы уже обсуждали, это все-таки дисциплина и здоровье, да, потому что все равно спорт в какой-то определенной мере, он тебя переключает на здоровый образ жизни, потому что бодибилдинг – это, в первую очередь, здоровое питание, ну, скажем, тоже. Потом, не знаю, ну, можно выложить фото в Инстаграм, кто-нибудь, какой-нибудь крутой продюсер тебя заметит, да, Оценю, да, пригласит в кино или, там, не знаю, сниматься в рекламе. Кстати, по поводу рекламы, да, очень хорошие спортсмены, которых я знаю не то чтобы лично, но, скажем, они на виду, на слуху, в интернете, они, да, зарабатывают деньги на рекламе, кто-то ведет свой блог. Наш чемпион мира, Влад Дубинин, у него свой YouTube-канал, который он, ну, раскручивает, естественно, да, и показывает, как заниматься. Ну, люди выходят каждый на свой новый уровень, да, все зависит от той харизмы, да, того интереса к этому человеку, да, которым он будет привлекать публику, ну, и было бы желание. Очень интересный разговор, можно его бесконечно продолжать, уверен, что мы еще увидимся в эфире, услышимся. У нас сегодня в гостях был замечательный Дмитрий Брауманас, призер регионального первенства по бодибилдингу, спортсмен, преподатель английского и очень-очень интересный человек. Спасибо тебе большое. Спасибо, Андреас. Мы услышимся ровно через две недели. Будьте с нами.